Zipfile YouTube. В сегодняшнем видео я расскажу вам о портативной колонке Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker. Да, на неё уже есть много обзоров на просторах YouTube, но я расскажу вам своё скромное мнение. Небольшая предыстория. В связи с очередным переездом я решил придать минималистический вид всей своей компьютерной технике, чтобы при переездах и путешествиях было поменьше коробок и вещей. В общем я продал свою акустику Sven MS-230. Да, это совсем уж бюджетные колонки, но тем не менее некоторое место они занимали и звук в них был более-менее слушабельный. Но совсем без акустики музыку не послушаешь. То, что воспроизводит мой ноутбук из своих встроенных динамиков сложно назвать нормальным звуком. Динамики ноутбука годятся только для просмотра роликов в YouTube, и то, после некоторого времени уши начинают вянуть, и хочется побыстрее выключить видео. Передо мной встала задача найти что-то очень минималистичное, да и такое, чтобы ещё и на пьянке можно было брать с собой. Не хотелось брать китайские ноунейм колонки с непонятными характеристиками, поэтому выбор пал на Mi Portable Bluetooth Speaker, самую маленькую и дешёвую колонку в линейке Xiaomi. В официальном местном магазине она обошлась мне в 400 гривен, это примерно 15 долларов. Перейдём к анбоксингу. Упаковка просто белая картонная коробочка с логотипом Mi на верхней стороне. На боковой стороне всё написано иероглифами, с других сторон ничего нет, только наклейка с серийным номером. Внутри находится полностью китайский мануал с описанием всех функций и характеристик, из которых понятно, что потребляемое напряжение колонки 5 вольт с током 300 миллиампер, а ёмкость встроенного аккумулятора 480 миллиампер-часов. Также заявлена мощность колонки 2 ватта, соотношение сигнал шум 53 дБ, искажение меньше 5%. Связывается колонка по Bluetooth версии 4.0 и заряжается от microUSB. Да, характеристики не очень, но надеюсь тут хотя бы написано правда, в отличии от других китайских брендов, которые любят писать всякую ересь. Далее в коробке находится сама колонка и больше ничего. Даже шнура microUSB нет для её зарядки, что немного удивило. Но благо у меня этих шнуров достаточно. Собрано всё качественно и выглядит прямо очень хорошо и подходит визуально к моему ноуту. Корпус металлический, внизу резиновая поверхность, чтобы колонка не скользила по столу. Там же ещё и находится разъём microUSB и LED индикатор, что есть не очень удобно. Во-первых, индикатор не видно, когда колонка стоит. А во-вторых, чтобы зарядить, нужно ставить её на бок, отчего колонка будет кататься по столу или выходным отверстием динамика вниз, отчего звук будет искажаться, если вы одновременно заряжаете колонку и слушаете музыку. Габариты девайса очень малы, поэтому насчёт качества звука я был настроен очень скептически. Она спокойно помещается на ладони и при необходимости её можно просто закинуть в карман. Микрошкалатой, думаю, сей девайс будет воспринят с радостью. Колонкой я пользовался уже некоторое время, поэтому могу сформировать мнение о её юзабилити. Коннектится она без проблем ко всем моим девайсам с Bluetooth, а это GeiPhone 5s, Xiaomi Vidroidofon и ноутбук. Причём на смартфонах показывается, сколько заряда осталось. Её также можно использовать в роли говнитуры, есть встроенный микрофон, но мне эта функция без надобности. В тех обзорах, что я смотрел, говорили, расстояние, на котором она работает и не теряет сигнал, до 10 метров. Но в моём случае она работала без глюков только рядом с подключенным устройством. Если отнести на пару метров, то звук начинал пропадать и это очень раздражало. Автономностью работы я был несколько удивлён. В обзорах говорили, что она работает до 4 часов. Но по моим расчётам 4 часа она будет работать на максимальной громкости. А в маленькой комнате такая громкость мне ни к чему. Поэтому настроив громкость на ноутбуке примерно в 50-60%, она у меня работает без подзарядки 2 дня, примерно по 8 часов в день. Плюс также в том, что при отсутствии сигнала с передающего устройства колонка выключается, например, когда ноут уходит в спящий режим. Это позитивно сказывается на энергосбережении. В плане звука это достойная замена ноутбучным колонкам или динамику смартфона. Чтобы сравнить качество звука, я провёл небольшой тест. В обоих случаях записывал на свой новый USB микрофон AUNA MIG900. Чтобы услышать разницу, послушайте на хороших колонках или в хороших наушниках. Также сэмплы прикреплю в описании к видео, чтобы вы могли сравнить звук, не сжатый ютубом. Положение микрофона оставалось неизменным. Записывал с помощью Adobe Audition. Микрофон пишет в моно, поэтому никакого стерео тут не будет. Да и стерео на ноутбучных колонках и на Mi Portable Bluetooth Speaker очень условное. Микрофон пишет в моно, чтобы вы могли сравнить звук, не сжатый ютуб, не сжатый ютуб, не сжатый ютуб, не сжатый ютуб, не сжатый ютуб. При записи на одной и той же громкости, выставленной на ноутбуке, встроенные динамики звучат громче, но куда хуже. Но тестировал я не громкость, а качество звука. Микрофон пишет в моно, чтобы вы могли сравнить звук, не сжатый ютуб, не сжатый ютуб, не сжатый ютуб, не сжатый ютуб, не сжатый ютуб. Микрофон пишет в моно, чтобы вы могли сравнить звук, не сжатый ютуб, не сжатый ютуб. Микрофон пишет в моно. Микрофон пишет в моно. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями и до скорого.